вызываем скорее лифт без шапки потому что шапка в машине осталась на эти поправлю сейчас нам папа с балкона откроет машину и достанем шапку шапку достали сейчас одеваемся да и едем говорят у нас скоро потеплеет бабье лето наступит на недельку мы этого очень ждем а то устали мерзнуть 20 градусов можно обратно будет надеть плащики да потому что тут его растет у нас тут беда случилась у самоката колесо отвалилась мы положим пока в машину я так полагаю починить невозможно мир расстроена ну естественно конечно расстроена все 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 не переживай мы тебе обязательно купим либо новый самокат либо велосипед вот так теперь ходим пешком обе девчонки теперь грустят но просто одно и совсем обидно ладно оранжевый самокат он был таким простеньким и у него уже давно отвалилась одно колесо сзади с подшипниками проблемы были вот сейчас переднее колесо это ожидаемо то есть такой самокат не так долго и служит по сравнению с теми стежи с той же фирмы микро например который у нас служит уже вот второй ребенок сколько лет очень много лет чудесный и прекрасный завтрак кофе и солененькие гренки с сыром с этого день и начинается перед этим я конечно и девчонок в садик отвела вот но только сейчас сподобилась на кофе с булочками ну и конечно же компьютер монтаж и вот это все помимо всего прочего я тут параллельно смотрю всякие разные мастер-классы ну например там по монтажу прохожу занятия есть мастер-класс у меня скачанный фильм мейкинг ну так это на самом деле чисто на фоне слушаю мне больше даже нравится слушать это все во время готовки на кухне дядечка так интересно рассказывает тут конечно такой перевод не слышно английскую речь но тем не менее плохого в общем-то он с высоты его возраста мне кажется не посоветует это все конечно же чисто для такого небольшого самообразования и моего личного интереса но факт остается фактом мозг требует какого-то развития напряжения мыслительных процессов обычный серфинг по интернету на развлекательных сайтах инстаграм на разных пабликах он дает конечно мозгу работу на анализирование той или иной информации но она не откладывается в голове очень часто так бывает что я что-то прочитаю и мне потом сложно пересказать эту новость близким или просто в разговоре начинаешь думать о чем-то читал ты уже и не помнишь это наверное все таки как сорт зависимости какой-то информационного потока и приходится себя даже заставляет тот же телефон из рук убрать положить его куда-нибудь подальше и не быть в этом потоке информации просто его слишком много а ценного из этого ты мало выцепляешь что поэтому приходится дозировать очень сильно фильтровать поступающие материалы в мозг в голову даже для общего развития не все полезно и вот даже сейчас врываясь в детскую здесь нужно прибраться я как такая полноценная домохозяйка меня все равно не отпускают мысли какой-либо предпринимательской деятельности я стараюсь читать сейчас максимально профильную литературу и стараюсь подбирать себе вот как раз таки для просмотра видео ролики разные передачи определенной направленности например совсем недавно я открыла для себя шоу под названием теперь я босс в нем именитые предприниматели которые имеют определенный вес в бизнесе меняются местами с представителями малого бизнеса стартаперы и вот я дома занимаюсь уборкой игрушек понимаю что для кого-то это развлечение но для кого-то целая индустрия целый бизнес ведь мы живем в такое время когда любая мама или любой в принципе человек может совмещать и семью и бизнес и в этом шоу это прекрасно показано например в новом выпуске теперь я босс генеральный директор магазина той точка ру погрузится на три дня в кухню малого бизнеса и попробует поставить на рельсы небольшой шоу-рум детской одежды а владелицы шоу-рума францева олеси и король светлана с головой погрузится в бизнес процесса крупной компании посмотреть что из этого вышло можно будет по ссылочке в описании к этому ролику и мне в этом плане очень удобно что телевизор есть в детской я сейчас здесь включу это шоу и буду освобождать пол хочу сюда запустить робот-пылесос помыть полы ну а игрушки девчонки уже разложит когда придут из садика ну вот так тихо мирно с полу все собрала барсик уже работает здесь диванчик я пылесосом тоже обработала единственно что надо купить какую-нибудь штуку для обивки если обивку на подушке я могу постирать машинки то боковинки спинка это все надо может быть какой-то пеной щеточкой чем-то даже не знаю чем интересно если какая-то химия вот по типу того как обрабатывают обувь попшикал и вода грязь как бы не прилипает не впитывается а на поверхности стер и все должно же быть что-то такое чем можно обработать диван и ну а убираюсь я каким образом у меня вот такая коробочка и все что валяется я сюда собираю а дальше потом из этой коробки разбираю осталось мне поменять девчонкам постельное белье я это делаю раз в неделю где-то и у меня он просто несколько одинаковых комплектов вот этих два комплекта ну я так по очереди я могу заменить на точно такой же могу на какой-то новый часть конечно отвезли на дальше уже надо что-то новенькое девчонкам подкупить ну и девчонки обычно сами выбирают какой комплект они хотят в постельке а зоя тут спит со всеми игрушками вот абсолютно все ее игрушки которые ей нравятся они накрываются одним большим одеялом она накрывается своим пледиком ну вот и спит со всеми вместе тут вот вот тут вот вот много всего тут все игрушки все зайчики рыбки пушиночки единорожки все особо смешно когда она просит меня мама накрой рыбу рыбе холодно на рыбе однозначно холодно спать в кровати ну и вот это постельное белье это у меня уже там есть это тоже есть можно как раз два одинаковых постелить ну да наверное два одинаковых чем одно уже кстати немножко выстиралась а второе еще поярче очень вовремя приготовилась еда духовка возвести его обещанием о том что все готово мой ленивый обед и ужин для детей и для мужа вот в этой маленькой 3 усечки но я еще гарнир какой-то подготовлю здесь два бедрышка две ножки куриные в сметане зеленью сверху кабачки покидала просто их подсолила практически диетическая еда ну а учитывая что я отнюдь не из тех кто занимается диетами и прочими извращениями просто вот сегодня так захотелось да я такая хвастунишка научилась варить кофе засекая время он у меня теперь не улетает никуда зато у меня теперь всегда будет чистая плита теперь можно хвастаться чистой плитой да да у меня всегда чистая плита потому что я криво варю кофе а на голове у меня супер маска я ее тут прогревала феном немножко правда покапывает на лоб но ничего минут 40 в ней похожу волосы чуточек увлажню маска вот такая разглаживание на самом деле ничего не разглаживает но волосы действительно мягче главное их не перепитать такой сегодня день интересный с утра детей отвела в сад мы с мужем пошли в кино на нована у нас был утренний сеанс и в зале вообще почти никого не было а сейчас за мной заехала подружка на каршеринге и мы с ней едем с кушкин гулять просто гулять здрасьте ну прощай яндекс драйв чистенькая машинка миленькая удобненько пойдем-ка мы искать кофе 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 нам нужно вот это последнее что я бы взяла с собой на прогулку но этот человек очень правильный и хороший сейчас будем искать контейнер куда можно скинуть лампочку ё-моё нормально это вообще бывает же такое ой а там что как раз гостиный пушкинский двор опять у меня экскурсия тут сейчас будет потому что я здесь сто лет не была так чтобы просто погулять вообще-то очень симпатичный двор как-то прям даже даже очень если вы давно не ремонтировали но при этом он смотрится очень так аутентичненько в этом тоже есть свой цемес кофе с собой нам сюды да здесь же можно фоточки поделать фоточки еще одна цель поездки в том что мне нужно на этот фотоаппарат попробовать пофотографировать мне тут звонила мама одной девочки который я каждый год фоткаю но я об этом каждый год и говорю но учитывая что перед ну в период карантина я продала всю свою фототехнику все объективы все зеркалки все что у меня было чтобы поехать на остров и у меня остался только вот этот фотоаппарат на него я еще не фотографировала только видео записывала вот надо протестировать смогу ли я пофоткать или не смогу наш выбор да я сосиски в тесте так вам скажу что вид с фасада был еще даже очень неплохим а вот тут конечно уже давно давно надо реставрировать все то мы зашли внутрь потому что мы купили сосиски в тесте значит кофе в этом хлеб . ру да как штука называется хлебник и тут во первых кофе слишком горячий они его перегрели пережарили в машинке сосиска в тесте но тоже ужасно ну и тут на самом деле любой дом он чем-то знаменит и чем-то значен вот пожалуйста хранятся государством раз небольшой домик вот пожалуйста 2 амариинская женская гимназия мы там слышим как девочки распеваются чудно вон там даже надпись есть царскосельская гимназия искусство имени Анна Ахматова вон тут за зелень скрывается обычный домик а через дорогу вот уже в другом стиле домики так вот заграбатывать целый домик и жить в нем да три этажа убирать ужас какой вот у нас следующий домик в том же стиле ну вообще это здорово когда город в одном стиле делают и новоделы и перестройки какие-то старые реставрации проходим к следующим домикам домик с башенками вот тут фонарь и центральная часть дома пример деревянного домика правда мило да тут погулять стоит того не давит так высота зданий ну машины конечно есть и много наверное потому что сегодня погода хорошая да и туристов тоже много в парке мы в парк сегодня не пойдем мы просто гуляем по улочкам вот тут шли шли мы увидели вот этот угол и меня он заинтересовал надо сюда подойти поближе и посмотреть что тут да когда солнышко светит все окрашивается в интересные тени и рисунки по дворике такой прекрасный балкончик я бы там хотела проводить вечер с книжкой в кресле качалки переезжайте жить в Пушкин что вы забыли в Питере в Пушкине вся красота брусчаточка заборчики арочки ах как тут красиво немножко потешить свое эго ко мне впервые за много-много-много лет подошел чувак говорит можно с вами познакомиться я говорю я замужем говорит кольца нет вы это сейчас придумали я говорю нет не придумала не ну добавно да окей вот очень мило вы знаете мое отношение вот ко всему к этому но я сюда зайти хочу как тут холодно какая шикарная тумба что это? ну прикольно мы решили не беспокоить тут лютерантов а пойти дальше нет я не сказала лютеранцев мой мозг отсох не настолько ну он конечно отсох безусловно никто не спорит дом за забором все окна законопачены там такое впечатление что пожар был здесь очень много дач деревянных домов на фундаменте поехавшихся поехавшихся поехавших покосившихся смотри какая резная тут история запасной дом запасной дом на дачу великолокня заварить его зеленым и причем такое можно увидеть только осенью когда виноград этот начинает краснеть местами так то летом он весь из себя зеленый так просто запасной дом еще еще вот следующий домик так гуляешь по закоулочкам любопытство доведет до красоты да вот так и не скажешь что за этим домом вот там поместье князей поместье такое хорошее конечно и гуляли мы так до самого вечера солнышко уже почти село как тут тихо такие уютные дворики и кошатин много бегает тут везде музыка